Всем привет, мои дорогие друзья, с вами опять я, Герман. И сегодня у нас будет необычная рубрика, посвященная Red Dead Redemption 2. Она называется «Что это?». В этой рубрике мы будем обсуждать и изучать разные предметы из игры Red Dead Redemption 2. Эти видео будут полезны новичкам, которые только-только начали играть в Red Dead Redemption 2. Так что спасибо большое моим зрителям, моим подписчикам и спонсорам этого видео. Присаживайтесь поудобнее, заварите чайку, а мы начинаем. Поехали! И начнем мы, пожалуй, с яиц аллигаторов. Когда вы будете изучать местные болота, будьте аккуратны. Я пользуюсь прикольным лайфхаком. Если вы выстрелите из какого-нибудь оружия около крокодила, то вы сможете спугнуть безопасно, достав какие-то предметы. А то эти крокодилы могут вас и сожрать. Если вы включите режим меткого глаза, то вы сможете наблюдать вот такие вот золотые дымы. Яйца в основном находятся в штате Лимон. Лично я нашел их в этом месте. Вы можете эти яйца подобрать, и встречаются они в количестве от 3 до 5 штук. Также они повышают уровень меткого глаза. И если вы соберете, или вернее сказать, украдете яйца из нескольких лунок, то вы можете их продать местным скупчикам. Самый ближайший скупчиком мне был, это скупчик из Роутса. Они отмечаются вот такими вот значками. И недолго думая, я отправился сразу же к скупчику, чтобы продать их за достаточно большую сумму в самом начале игры. Мы можем видеть, что мы можем хранить их себе до 30 штук. И эти яйца можно продать. Так что продаем эти яйца. И за продажу одного такого яйца мы получаем целых 2 доллара и 50 центов. Что в принципе неплохо для начала игры. Здесь та же ситуация, что и с крокодилями и яйцами. Если вы откроете меткий глаз, то вы увидите столб золотого дыма. Это даже считается как животное. При его обнаружении ваш справочник обновится, и вы можете посмотреть его всю информацию. Для этих двух предметов вам потребуется съездить в местный магазин. Лично для меня это ближайший магазин в Роутсе. Смотрим каталог. И как ни странно, тоник для волос находится в разделе тоники. Продается он за 3 доллара и 38 центов. При себе вы можете хранить от 3 штук. Если вы его выпьете, то волосы и борода на вашем лице будут расти быстрее. Не знаю, для чего это вам может понадобиться, но факт есть факт. А помаду для волос вы можете тоже при себе хранить 3 штуки. И если вы ее используете, то ваши волосы сгладятся. Это выглядит красиво, и вы можете это сделать для разных фотосессий и заданий с джентльменским характером. Помада для волос тоже находится в разделе тоники. Так что любители причесок, теперь вы знаете, что вам нужно купить в магазине для ваших волос. Итак, для этого нам понадобится оружейная. Шикарно в нее влетаем и смотрим каталог. Оружейное масло находится в разделе аксессуары и имеет достаточно очень хорошее свойство. Стоит она 1 доллар и 35 центов. Также вы можете хранить до 5 штук таких предметов. Это очень хороший предмет, так как он очищает ваше оружие. Кто не знал, ваше оружие со временем приходит в негодность, и вам приходится его чистить. Если ваше оружие грязное, то характеристики его сильно уменьшатся. А оружейное масло это дело исправляет. К слову, вы можете узнать чистоту своего оружия по дыму. Если дым черный, то ваше оружие надо чистить. Ну а на этом наш ролик подходит к концу. Если вам понравилось это видео, то конечно же пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я буду выпускать больше видео не только про Red Dead Redemption 2, но и про другие игры тоже. Так что всем удачи, всем спасибо и всем пока-пока.